Приехал я рано на участок Под впечатлением Тех съемок, которые я сделал В багажнике машины Когда по моей настоятельнейшей просьбе Хозяева посылки На мой взгляд одураченные люди Но тогда они еще не знали этого Посылку вскрыли Мы полюбовались Вот я приготовил этот ролик для вебинара Там где черным по белому Вне не так Там моими словами было громко произнесено Вранье Знаете в чем оно заключалось Да мы здесь почему ходим Знаете идет процесс Высылки Осенний процесс высылки саженцев осенних Вот Уже были небольшие морозы 2, 3, 5, минус 6 Был снег Чуть ли не по колено Все это уже растаяло Земля даже не успела замерзнуть Деревья не успели сбросить листву Сегодня у нас 12 октября Вот он процесс Смотрите сюда Пока показываю издаля Это все приготовлено для посылок Вон они посылки Вот я надеюсь что я вам это все покажу Почему? Критиковать легко Пусть даже Ну во первых имели право критиковать Те же колоновидные сорта Вот кстати видите Дебильные сорта Это Я про них тоже расскажу А уже рассказывал Вот Это тоже якобы колоновидки А в чем их прелесть Что мы взяли для того на рынке Купили по 500 рублей саженца Чтобы срезать с них привой Что и было сделано А они Ну и ясно что с них толку нет и не будет Два яблочка было Обширеньких Вот Причем даже не в этом году А в прошлом году И пока все То есть вот все это получат те Кто связывается с колоновидками вообще С яблонями в частности Ну теперь давайте Ну понятно что мне придется Альтернативу предъявлять Коробочки не маленькие Вон они Видите Потом подробнее Вот То есть Только для критиковать умеешь Можешь ли предварить что-то лучше Ну во первых Лучше Понятно Только сеян свое подвое Вот И яблони на корневых отводках Заметьте Не на палках Проще искусственными корнями А настоящие корневые отводки Вот Про них Будем говорить на вебинаре И В фильмах Пожалуйста Их наверное больше полутора сотен Посмотрите уже Мне уже неудобно Одно и потому Увидите Что такое корневые отводки Увидите Что такое сибирки Увидите Что такое Приживаемость Почти сто процентов Видите все Все это есть Вот Есть целый перечень То есть они все У меня собраны В одну папочку Пожалуйста Вы мне запросы Я вам высылаю Я не это Уникальный учебный материал Денег не прошу Ради бога Но если кто-то Только что Закажет эти Черенки или косточки Милости прошу Теперь Сюда попросить Я Так как это может Фильм попадет или нет В один с этим фильмом А Фильма много люди Могут просто не видеть Говорю Что выходя С почты Я Андрей Вот Умудрился Случайно Зацепить взглядом Длинную посылку Еще длиннее наших Которые написано Было много-много Одного слова Бакар Бекер Бекер Вот Ну я уговорил Ой как я уговаривал А как людям некогда было Как я уговорил Я сказал Это для всей России надо Вот И так как я им заранее сказал Что То что вы видите Это Вы колонны заказали Заказали Вот Потому что Бекер Она славится Псевдоколонн То есть Якобы колоннами Вот А дальше что В этом написано Персик В сопроводительном документе Да Вот Или квитанция Или как она Вот А там вот такой персик Вы знаете То есть нет Там не персик Там слева Ну допустим Если я Один процент Что я ошибся Что это все таки персик Ну какой то такой формы То есть Приглядитесь Вот Можно спутать персик Свеженький У них же свежий Правильно Это же осень Они же не могли Весенний положить Никак Он бы просто Не дожил Значит осень Вот они зелененькие Не только листики Посмотрите на эти Побеги Вот они Вот А теперь вспоминаем Друзья Что вы видели Те кто видел Мой ролик Так Андрей еще минутку Постой возле меня Вдруг что нибудь Какой то будет от тебя Кроме мата Только пожалуйста Вот Потому что Я С трудом удерживался От мата Когда при мне Распечатали эту посылку Так вот Чтобы придать Колновидность Внимание Я говорю еще раз Есть Мне удавалось Как Такие чудеса творить Что Я приводил пример Как Лукфокусник может Из шляпы Достать кролика Это многие могут Никто не может Достать кролика Или не так Из кролика Шляпу Вот А они смогли Знаете как Вот сейчас Тебе рассказываю Все таки Ты специалист Вот Ну как Садоваться Старом Так вот смотри Хоть ты и молчу По натуре Итак Для того чтобы придать Колновидность Внимание Саженцы были Вот Причем Не однолетние Трехлетние Они были вот так делали Отрезано Отрезано Три Ну допустим Он такой же По высоте и был Поэтому смотри Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Отрезано Восемь Девять Десять Полностью Причем Не бреже 11 Не замазано 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 Дальше Еще Вот тут Вот у них Здоровый Видно что Отрезали Вот такую же Развилку Вот И пошли дальше Резать И тут Отрезали Вот так Получилось Влезли В длинную посылку Ну Корней там было По длине Сантиметров 20 Причем Плотно Замотано Явно их мало Вот Ну по отношению к такому огромному саженцу ну то есть примерно таком уже это тоже трехлетка вот я специально выбрал саженец со своего сада примерно похожи вот значит так просьба или молчать или сказать но не материться хочу сказать вот скажи пожалуйста нам вот сколько прошло времени как мы начали продавать где-то середине апреля августа до горшках это приезжали люди которые первый раз что говорили ты может честно я знаю что тебя это кто не раз был они еще приезжают и разводят сады так где-то он сад разводит ну то есть уже промышленный замахнулись уже на этом году покупал у нас в этом году и еще весну искал приедет еще ну хорошо теперь так значит много было случаев когда приезжали говорили замените но у нас погиб саженец были один так ты не шепти говори один один случай но назовем его на сотню так потому что это было космическое они были уже 2 годовал и большие и корни сильно большие как бы из горшка вытаскивали ну короче калечили калечили и вот они не приживались только у них только у них космический но это двухлетки это почему мы не смогли продать за один год ну ладно один случай будем считать это все-таки не случайностью но все-таки не показательно вот почему вообще всегда стараюсь быть честно и все знают что если называл себя раннего железа дураком начали был дураком сколько я деревьев сгубил начитавшийся к и дряни нормальный ну ладно я пошел дальше чуть позже когда будете паковать позовете меня ладно вот а я пока поснимаю так ну что значит сейчас конечно мы ходим мимо ну те же тут подобрать то подобрать то а да да все с этим мы разобрались теперь черешня якобы у них черешня я таких мельчайших вы знаете чем черешня отличается принципе и почему нельзя спутать ни с каким видом ну прежде всего конечно благодаря огромному листу я таких листьев никогда ни у кого не видел сейчас я это прокомментирую помните там было слово произнесено кто видел фильме что они купили сеянца это было величайшее заблуждение для сибиряки купили фильм это если даже не было обмана ну допустим возьмем так возьмем примеру что они насчет колновидности загнулись ну чеку потом саженец который правда с двадцатью тридцатью сорока ранами он все равно понятно обречен он мертвый должен быть вот а иначе как придашь колновидность только вот таким путем зверским вот но допустим что это настоящая черешня и настоящий персик допустим один процент что ошибся полпроцент нет четверть процента и тогда что получается внимание получается что они придя с малинска в сибирь просто-напросто замерзнуть со стопроцентной вероятность тут уже не скажу что девяносто девять и девять а это означает что девяносто девять и девять вероятность означает что один из тысячи выживет нет все сто процентов погибнут здесь сибири ну я им там посоветовал сделать сильнейшую обрезку почти у земли чтобы несколько нижних почек в надежде что проснуться и распластается по над землей будут засыпать снегом если он будет может что-то так со слабенькой надежды но это если его обкорнать а они наоборот высылают очень длинное видели это это самое очень длинная посылки для того чтобы были длинные саженцы чтобы показать что сами все длины полноценно вот написать обрежьте оставьте 10 сантиметров от длины 10 процентов от длины это они никогда не напишут они по моему сами даем по моему просто все до фонаря и теперь я вам показываю черешню раз у него такие листья самые огромные из всех что это значит дело в том что у них не может быть мелких почек почему что такое что такое листья огромные они взялись из почки почка это как бы вот они уже листики падают а смотрите сейчас раз он упал вот этот упал ну короче вот видите пришла пора падать и теперь смотрите на почку вот такая почка у черешни а кто видел фильм видели что там творится там почка практически невидимая глазу как в ней может спрятаться вот такой лист вот многие листья это самое это еще не самое крупное не вот это самое многие листья да они больше моей ладони естественно что чем крупнее лист тем крупнее почка поняли да то есть то что пришло ну когда гибриды вишни черешневая если там он оказался посылки но это обман уже пол обмана почему вишня более морозостойкая шансы есть выжить то есть обман если он и присутствует и это вишня вишня или вишня черешня гибрид то у них по крайней мере шанс выжить на сайногорске а тот увидел фильм должен вспомнить следующее том фильме при распаковке посылки мы упоминали черемушки с аномально теплым климатом и он тянется вдоль побережья почти до сайногорска я уже сюда не попадаю вот это уже сибирь да там все-таки как бы кусочек украины микроклимат и все-таки маленький шанс есть если не черешня через черно замерзли вот и я напоминаю еще раз стоя возле черешни запомните друзья мы сейчас центр черешневодства научно это брянск это тоже граница украины также как и упоминаемый мной смоленск и что это значит ой это значит что мой я не просто назвал это каким-то изречением нажал постулатом он значит такой постулат это почти аксиома это значит что невозможно на юге создать сорта для севера невозможно на севере происходит следующее или дичай или погибай вот так вот друзья мои поэтому или мы уже 30 лет позади вот этой работы а до этого еще 20 лет боднера вылавливаете нет вот и только здесь вот появляется вот это чудо которая перестала замерзать при сибирских морозах вот а то что люди выписали ну они поддались на рекламу реклама бешеная а потому что я эту фирму бекер я только не встречал реклама наглая потому что колонок запомните колонок черешин природе не бывает почему вот вот перед вами молодая черешня да вот видите она имеет вот такие вот видите вот эти вот побежки да это плодовые веточки вы видите что они это почти все мертвые вот какая колновидность если на полуметре только вот одна будет свести вот вот все а это уже плодовая ветка это раз плодовая ветка это уже колонной не назовешь да смотрит вверх да я могу я железом могу вот тут рядом растет еще одна видите ну так близко бывает экономил время это уже совсем другая черешня другой корень так вот если бы ее не было так если отрезать вот это идет от земли это вишня под воин который был на ней я специально оставляю для чего я надеюсь что здесь будет улучшенная у меня плоды именно черешни улучшенные вот как они придут гены придут черешни перемешаются с генами вишни и есть некоторый шанс кстати опять отвлекусь ладно сейчас чуть позже вас угощу хотя бы виртуально и так я мог бы вот это вот выдать за черешню как это сделать отрезать вот эту ветку отрезать дичок от земли которая идет то есть подвойная это ну не садить рядом вот вторую чтобы она вид не портила как будто это одно дерево вот эту ветку отрезать вот эту и вот это вот мощную ветку отрезать то что было сделано но на более ранней стадии посылки и сказать вот вам вот она уже лиза ваша вишня которая черешня которая колновидна чушь вранье и придать что на который не способен почему видите вот сейчас я вам сосчитаю сколько ему лет 1 это я считаю легко потому что здесь просто она молодое просто здесь побеги это длинные они все они всегда такие черешни мощный рост 1 2 так 3 4 5 6 если ошибся то 5 или так скорее всего 6 но может быть и 5 вот но подвою сколько считать не будем лет и так прививки 5-6 лет значит 5-6 лет так и несмотря на это смотрим сюда может на чересе даже якобы колновидной расти вот тут вот эти самые плодовые веточки сплошь усеянные пушить как как на картинках нет это первый год то есть это него это это ему допустим 6 лет вот этого участка пятилетним участка может нет четырехлетним и может нет смотрим туда вон они только плодоносить будет этот прирост он свести не будет обычно цветение на 2 года им все-таки пять лет почему вот второй год второй год видите вертикальный вот эта часть за плодоносит только это но пройдет еще год и уже плодоносит она не будет это возможности черешни все это касается также и абрикоса где мы поближе найти абрикос на любой вот он смотрите вот если бы вот это вот самое он прекрасный урожай дает он сумасшедший урожай дает так вот но у него вот эта часть оголяется и никуда нам от этого не деться никогда вот иди еще говорят знаете как возвращает его форму типа молодость давайте отрезать ветки укорачивать и вот тут на этом месте из ничего снова появятся побеги вот это как бы оживление я вам говорю не появится почему потому что еще раньше вот когда мы так отрезаем ниже начинается омертвление омертвление вот то есть колновитки и я беру какой климат я беру климат санкт-петербург а там у тех же косточковых огромная и семечков проблем из-за сырости добавляется к тому же вспомните петербург белая ночь и насколько он севернее даже сибири южной сибири севернее это касается всей северной руси вологды ярославской области там как она там горьковская была теперь не знаю как забыл перм ну то есть до урала москва тверь новгород псков все 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 это север вот магнитогорска челябинска и как он раньше свердовс назывался вот видите как я не могу перестроиться старый большевик вот свердовс бывший вы там дальше пошло тюмень дальше пошла томск омск красноярска новосибирска вот этот самый иркутска забайкалье иркутская область это самое дальше идет амурская дальше идет приморская хабаровский край все это север все это никогда это я вам говорю друзья не потому вы знаете есть отдельные примеры вот допустим 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 чугуев до супер специалист настоящий гений он добился бы я видел роли где у него слива имеет множество практически вертикальных побегов но она дал рекордный урожай он молодец умница талант гений вот но если множество веток колоннами наживать нельзя понимаете в чем дело нельзя колонна все как она была с родни вот одна цветка вертикальные больше ничего под нее то сейчас и подстраиваться это что кладут увечья в посылки увечья саженцы вот допустим саженец перед вами он случайно его за него да вы представляете чтобы придать ему а это ужас слива а ой ой это вишня и вот чтобы придать ему а там он вот вот кстати вот вот у нее так как а да у нее даже крупнее эти чем посылки и у нее даже а мельчайшие смотрите вот что ж там за чудо положили с мельчайшими почками связь между размером почки и листом обязательно почему потому что почки этот букетик листья вот видите вот есть почки плодовые вот они да вот которая дадут несколько цветов а есть ростовые вот они видите и что те что те они получаются зависимость прямая от размера листьев чем больше лист понимаете это батарея солнечная вы уже знакомы солнечными батареями вот допустим крышу покрывает частного дома этими самыми специальными листами этими солнечными батареями и хватает там телевизор посмотреть там это самое холодильник если вся крыша это предел ну вот а второй соседний дом уже не отопишь не хватит вот и здесь также каждая почка вот почему этого не знаете кто умудряется еще и ошмыгивать ведь еще посылки не было ни одного листочка вы заметили а это дикость дело в том что опять забегая вперед скажу если 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 ну саженец нужен подходящий в общем продолжим этот разговор насчет сильной обрезка и оставление листов специально надежде что они не пожухнут вот это момент вы должны обратить внимание что я уже эту поклинал ошмигивание листьев потому что почки не вызревает при этом и получается вам высылает дерево которое искалечено изначально почка уже никогда не вызреть но вот допустим упал лист значит почка вызревшая вот она все такая что было по ссылке вы видели и и там еще почему-то довольно странно было смотрите вот она вишня да вот тут участок это она медленно растет почему она полностью в тени и на ней хорошо отражаются эти проблемы вот первый год второй год третий год вот этот участок четвертого года то есть участок четыре года назад рос так видите а теперь смотрите внимательно видите на нем а хотя в тени в тени я специально выбрал похоже вариант где хуже условия видите видите вот где-то уже ли сбросил где-то нет плодушки на месте пусть уже не дают ростовые по эти вот а только плодушки на месте где вы видели это все посылки зачем было все это уничтожать ну я не понимаю или почему почему их просто там нету и этого не понимаю почему там вообще почек нету было вот такая же примерно сажились по размеру да вот примерно такой же и почему здесь 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 не было ничего остальное кто ролик увидит тут вы это заинтересуется вот поэтому просто-напросто какие-то странные отклонения от таких понятий которые существуют вот но сейчас я вам еще хочу покажу потому что когда я говорил что когда он прививка через не идет вишня облагораживается когда черешня вот она кстати и вишня на одном дереве вот видите что получая вот это вишня вот анализ бросила через черешню еще не сбросила хотя на месяц раньше отплодоносила и наконец это самое вишня жуковская еще раз показываю не могу удержаться а до сих пор висит уже морозы провисела вот какая она вкусная даже сейчас видите в чем ее шанс невероятной морозостойкости будучи привитой на сибирскую штамповую вишню вот и вот это все красоту имея выписать черешню калеку обреченную на смерть выписать вместо абрико персика непонятно что ну что я скажу кроме мата тут говорить не о чем ладно 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 ой как тарас наклоняешь не не могу пойти мимо тут до сих пор на нас доброе доброе ведро вот это вкуснятина лежит ну ой какая она сейчас вкусная уже и по снегам поезжал уже и горечь потерял но вкуснее не бывает косточки косточки сколько их тут пропадет если приглядеться тут и хуже сколько и все это вот на такой площади здесь три дерева в которых она упала так ну что еще пройтись немного посаду пройтись немного посаду ну вот когда я говорю что я не поливал ни разу в этом году в этом клянусь богом раз а вот эта линия мнение лавина что ведет полив питомник только питомник то и поливается вот так теперь приближают местущественное действие я железо валерий корстяныч вот наполовину убедил наполовину нет что это лучший питомник россии вот а вот эта бригада ух работает за двух где 3 я в этом самом в двух фильмах уже упоминал эту историю которая это он же уже с утра ездил город ну пусть отдыхает ладно так вот знакомьтесь татьяна санна покажите личико опять не накрашена скажу тяна санна ты очень красивая девушка даже даже без без этого даже без косметики данном случае меня интересует не девушка это самая молодая меня интересует достаточно опытный садовод ну вот по фамилии железова татьяна александровна вот поэтому пришла пора несколько лет набиралась опыта несколько лет это сама мерзла могла что еще было простужалась вот теперь смотрите на улице плюс один вот это создание ну ладно там опытный волк андрей вот но татьяна то уже закалилась так что по моему когда это снег выпал также работала и так значит я вас знакомлю с лучшим питомником в россии так что ты там здесь к нему пристал к этому дереву чем обрезаешь садовый вар так это для меня вновь так дело вот чем значит ты сейчас померил и что делаешь обрезаешь вот заваживаю так покажи под какую почку и как бог идеально моя школа так что еще тут ценного теперь а это ну-ка покажи уже запечатаны да так завернута в эту и сильнейшая обрезка вон что оставляет обратить внимание как и пенек оставляем но шанс только в этом вот всего полметра вот он пенечек всего полметра всего видели а было метра два да не меньше вот в этом стену в этом не меньше полутора это в этом заключается шанс там приходится воевать доказывать людям что они мечтая посадить саженец целый кроной вот теряют его или он болеет или он умирает сразу зависимо от того как долго мучили его продавцы прежде чем продали вот ну и то что вы сейчас видите друзья это идеально и все прямо сейчас посылку вы сложите давай покажу как посылку ложится интересно вот все таки сравнить ту посылку фирмы бекер вот эту я застал работу в самом разгаре так корни видите это еще покажет который в руках я мешаю конечно но это не рекламные съемки да вот яблони яблони у нас корневыми отводками это наше правило вот еще раз говорю единственная надежда у тех кто не хочет выписывать карлики с это который по двое является выращенная из палки искусственные корни тут так все естественные корни так но именно то что сейчас стане показала то они еще один покажи вот это вот жаль что не землей ну что делать разберут посылках вот все так же вот это чудо только потом а будущее обрезанное да вот на две трети обрезана и вот это чудо вот она прекрасно приживется новом месте и особенно это касается мест близкими грунтовыми водами вот именно сибирка корневая мы ездим как часть выращиваем семенами часть ездим тайгу и там выкапываем прямо готовы и они кругом еще до причем что интересно хотя каждое деле дает тысячи и тысячи плодов но практически сеянцевые в тайге не встречаются а корневые сплошь то есть они как бы вечные их родители давно уже может нет а вот видно что идет цепочка большое дерево меньше 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 и вплоть до такого если конечно смотреть только на корни вот и вот эти корневые отводки вот с такими корнями они-то будучи в посаженном месте обладают достаточной морозной кости чтобы не замерзнуть знаете чем плохие эти так называемая карликовые специальные подвои вот корни искусственные морозной кости у них нет я читал у шаламова от 9 до 20 градусов мороза это для россии не годится вот морозной кости у них нет никакой так вот естественно что почему они должны быть эти палки воткнутые в землю чтобы корни наросли они должны быть культурные иначе откуда приживаемость будет вспомните мичурина который полностью отрицал что сибирки является подвоем на котором будет приживаться но у нас у культуренной сибирки годы то прошли сто лет прошло поэтому мы как бы живем в других условиях мичурина не отрицаю но наши возможности больше и вот те самые сибирки и к ним приучены приучены подчеркиваю яблони они культурные яблони они ну вот такие вырастают вот такие вот видите теперь значит опять возвращаюсь если где-то 2-3 метра до груктовых вот груши из сеянца как бы слово такое грубое ловить нечего вот то есть корень упадет вниз и груша в конце концов погибнет вот почему-то сейчас я с вами впервые увидел какую-то мочковатость именно у сеянцев и груш мы действительно а груши не дают отводков этих корневых отводка вообще не дают я по крайней мере ни разу не видел и вдруг я вижу мочковатость вдруг я вижу корни не крупные это же касается и слив вот то есть именно вот этот питомник вот с этими наблюдениями с этими выводами он дает стопроцентные шансы где-то близко грунтовой воды все-таки сады хотят иметь а таких миллионы он все-таки дает шанс кому именно яблоням именно и яблоням привитым на укорененной сибирке раз второе вишни и третье сливы это все которые дают корневой отводки и какой-то степени груши ну вот познакомились мы с этой кухни питомник небольшой сколько вы посылок собрали собираетесь собрать сайте на всю страну среднем по 3 по 5 до среднем ну и все ну и все а дальше как говорил незабвенный 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 в этом фильме золотой теленок а снят места бендер забываем мы наши этих самых литературных героев забываем вот как он говорил пилите шура пилите гири золотые эти саженцы могли бы быть золотыми если бы их цену настоящую знали люди потому что альтернатива мертвичинах которые вы видели которые вы видели еще посмотрим сохранились ли так как плодов почти нет даже виртуально угостить уже не чем вот единственное на несколько вишенок висит вот здесь вот здесь вот здесь переделанная вишня в черешню черешню в вишню вот они уже тоже побиты морозом боже мой какая красота сколько плодов не плодов же а семян пропадает продал бы собрал бы не надо никого подумаешь вот это вот получился вишня черешневый гибрид получился вот как вам показать вот сейчас на вот эту ветку видите вот я вам показывал вишню чуть раньше еще как когда это говорю что как о почках речь шла видите лист в два раза крупнее вот это гибрид у меня черешня вишневый гибрид а это вишневый черешня гибрид вот почему здесь через и мало что он через уже два месяца назад как уже запас от подносила тем не менее вкус черешни не то что это ну вот это вот вишня стала настолько вкусная а была же декарка понимаете кто процентами карка была когда-то мне нужно собраться силами у них нет все факты зафиксированы виде у меня в виде фотографии вот все факты вот когда-нибудь проснется вот хоть да я уже не говорю про эту академию наук я говорю про саму членов я там я говорю просто обученных хоть бы один любознательный он должен быть тут бы я бы сказал собери все это ведь новый же это совершенно класс можно вырастить для сибири боже мой ну где же вы что же вы творите то почему вернее не творите вот на этих словах и прощаюсь ни одного любознательного ни единого ведь близко такого в моем саду нет научных садах даже близко ведь носите вы как я 30 лет назад но ведь тут еще и новая технология а вы хоть читали железо вы смотрели железо ведь я вот эту технологию во все равно вам 30 лет понадобится сиснули а если не с нуля если своим методом и через сто лет этого не будет пожалуйста проснитесь умоляю вас все-таки я не успокоился вы видели кипит работа по отправке 100 посылок по россии вот до самых его границ а потом кое-кто спонсору свои связи перевезет и за границу вот потому что саженцы это отличие от косточек от моих учебных действий на украину белоруссию казахстан я уж не говорю про евросоюз откуда тоже идут заказы отправить невозможно но это ладно все таки россии заказчику хватает питомник небольшой удается продать все вот сейчас мы с вами присутствуем при как бы наращивании объема питомника кто помнит фотографии и фильмы которые демонстрировал весной я сейчас подведу вас к очень хитрому своему хитрому выводу вот любуемся так семечки которые так мы шли о их семечки косточки которые были посажены весной это китайские сливы смотрите как они кустятся да здорово правильно они кустятся уже то есть вот уже как бы за два почему да и лето вроде было короткое что ж такое творится то а кстати чтобы вам понять не было здесь процентов 10 так ну когда собирали сливы рядом падали и куски абрикосов кто бы там сильно разбирался поэтому когда попадаются абрикосики вот я говорю про сливы не удивляйтесь да и вот они вот они и казалось вроде бы жутковато взошли может быть я найду фотографии но осень это выглядит вот так да солидно то есть слив в этом году в следующем году будет привитый продано я думаю раза два больше они того стоят они великолепно они замечательны так одну этому часть посмотрели да что еще интересного всходы 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 впервые впервые я семена ранетки как-то один год выращивал потом перестал вот эти вот корневой отводки из леса и настолько хороши что не хватало за глаза раз приживаемость долгечь совместимость хороша 2 вот а вот эти самые 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 семена были посажены да зашли не густо виды ну зашли успели ли они вырасти за один год до того чтобы их можно было бы привить до успели успели то есть привать их можно по крайней мере большую часть но это так слово просто обходим мы с вами будущий питомник когда была прикуплена эта земля здесь я посадил только прошлом году весной я посадил яблони абрикосы груши ну потом междурядья были захвачены моей королевской ратью всем кого увидели два брата сергей андрей и не это самая жена сергея таня вот что получилось немножко еще картошки но это чтобы разработать не дать земле зарасти дернам так здесь допустим уже дерн будет почему здесь полутень то есть полдня тень от соседских больших деревьев поэтому здесь никто ничего садить не собирается вот здесь да и получилось что они фактически уничтожили дерн видите фактически уничтожили дерн потому что дерна здесь не осталось или вот характерный пример да здесь тоже уже была картошка чтобы сохранить чтобы с дерном побыстрее расправиться и расправились вот им дерном не пахнет вот и были высажены дикие груши откуда они взялись они взялись из заброшенного сада он и садом то не было это был лес хоз и выращивал их как дикарей эти уссурийские груши потом оказалось что они никому не нужны никак по двое никак культура декоративных хотя они очень красивые осенью вот и вот получилось следующее сейчас хорошо что доступа туда никто не имеет кроме одного-двух человек результате вы видите вот это вот посадки это было посажено где-то недели три назад так то есть мой сад который я планировал как чистый сад закрытый дерном ну куда деваться ужались ужаться пришлось хотя это плохо отражается на деревьях на постоянно растущих постоянной пропиской но такова судьба приходится использовать каждый клочок земли вот теперь смотрим чему я подвожу и так мы с вами видели работу по отправке саженцев интересный народ у нас знаете как это звучит пришлите пожалуйста саженцы с ока с всех не хочет в транспортной компании но может потому что дороже в горшках у кс это значит вон вы видели какие корни разве я ими хвастался особенно груш нет и хвастался констатировал факт констатировал факт что стоит только вытряхнуть с горшка и вот имеем то что имеем несколько минут раньше вы это видели теперь я вам показываю что бывает когда выращиваешь для себя перенести было очень легко и быстро почему вот участок вот он за дорогой там вот такой же домишко скромный сразу дорогой и там мы были несколько лет назад так это прикупленный участок вот высадка была прошлом году причем вот эти абрикосы вот этот видите какой красавец был с нуля то есть он был привит на подвой и посажен прямо живьем то есть начиналось с одной почки значит весной прошлого года плюс этот год это лето полутора годовал и выглядит вот так ну сейчас попробую дотянуться до него нет дотянуться мне не удается еще сантиметров 40 вот такой высоты этот скромнее но он и роскошней он и роскошней и видите даже уже интересно селекция уже пошла да а знаете как пошла а первое морозцы 35 градусов а листик так как прихватил смотрите этот культурный сейчас не буду искать бирки вникать вот сам принцип этот культурные у культурный этот культур не вещей культурные вещи то есть культуры не бывает вот здесь ожидаю плоды сто сто двадцать грамм и что получается а будут ли а видели как морозить все-таки реакция на мороз то другая вот уже и листья жухнут это не потому что он должен раньше сбросить у меня все примерно один а в одно время происходит так теперь смотрим сюда вот вот этот видимо будет неудачик а может и нет почему вот здесь вот быстро довольно оголила все так вот ну наверное не сам морозостойки но помните им здесь надо было как раз и демонстрировать то что я хотел демонстрировать вот да его можно выдать за колонновидный обратите внимание да вот эта часть а потом точно так же как в этом же той посылки злочарства бекера вот не скроешь что это не колонновидный все не скроешь так вот значит в данном случае то речь идет об абрикос а у них там нарисован в этой самой в рекламе персик чистый стопроцентный а написано абрикос вот кто-то скажет ошиблись могут перепутать абрикос и персик нет это не ошибка это обман красивая картинка абрикос красивее и вот я здесь просто он раньше сбросил лист видите вот этот начал желтеть раньше и сбрасывать раньше вон они листья ну что поделать значит это действительно более ранний сорт вот теперь пойдем дальше можно если бы знали какой жалкий сливу я посадил какая она была я думал вообще тут же изогнется она сразу была включилась в работу это самая эти каких для и я не выдержали нервы я один раз и и еще когда вот здесь в этом месте еще когда были было еще вот тут вот все было он еще и не рос он был малюхоньки вот его сразу скрутила и я тут же попрыскал но больше не подходил и следующие вылеты все равно наделали дел увидеть но это уже были следующие плюс эти самые вот если с вами говорю а идет дождь вот это дождь идет второй месяц практически каждый день уже вот этот процесс пошел ну хотя началось 3 клинт для там где это считать что дерево больное ну есть предел всему но не выдерживает уже такие так такой влаги погибнет нет для него это нормально я считаю что она почти здорово ладно вот здесь я действительно происходил но я показывал как видите там где был черный пар он был тут картошка росла вот я показывал тлю на абрикосах и на грушах хотя у меня никогда с роду не было на абрикосах на груш на может когда-то один год это так сказать на одном может дерево находил не как явление как случайность и там где я показывал вам он они недавно фильм снимал повторяться не буду никаких признаков тли ну ладно скажете преувеличиваю никаких признаков тли не на яблонях не на абрикосах хотя здесь на абрикосах и на грушах для была чем я отношу к тому что отсутствие муравьев я вывел закономерность обратную чем больше муравьев тем меньше тли чем меньше муравьев тем больше тли вот это вероятность южному садоводству не относится еще раз говорю мы николай разделили чтобы не было конфликтов что интересно чтобы не было ошибок у садовода мы разделили садоводство на южное и на северное вот я говорю только на северном садоводстве где мороз и прочие невзгоды выдерживает численность в оптимальном количестве когда нет таких крайностей как полное уничтожение дерева чем-нибудь например один год только такое было редчайший случай что не выдерживается само понятие уничтожение деревьев насекомыми теперь ребята главное ради чего я сюда привел вот это вот образцовые абрикосы на втором ряду они особо не боятся отсутствие муравьев и тли и тля их не очень любят я вам показываю их размеры однолетние точно такие они были родственники обратите внимание видели они стояли в бочках вот они были родственники и вот такие вот готовенькие я сюда пересадил вот тот крайний это сенец с чужого сада зачем я перенес за тем что это самое амур сенцевый представляет собой определенную ценность а я долго любовался сколько что может расти у соседей а у них на плюют косточек а потом косточки сходят и растут прямо через картошку через картофель они тяпают а их оставляют потому что рука не поднимается их вырубить а потом константины что нам делать а константины взял да посадил вот выкопал за каждый отдал по 500 рубликов потому что я не халявщик получилось один полноценный это так ну как бы отступление от от темы а второе ну скажем так похилее но дело в том что этот был годом раньше ему два года то есть ему три года если считать что он был однолетка на чуром саду посажен весной прошлого года а это место освободилось был посажен весной этого года то есть вполне полноценно и наконец еще раз абрикос привиты да он такой они передавал ему форму я не 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 калечил крону я ничего не делал кроме как пересадки я смахнул две трети вам показать да вот отсюда хорошо видно я смахнул две трети а то сюда какой две трети я стал нам там было он все подрос сантиметров 30 а был он где-то выше меня роста но однолетка вот и вот такие вот получаются был снег навалило так что эти листья или эти листья эти ветки лежали на земле но не поломала он еще в таком возрасте когда внутри еще нет гнили вот если бы вот а такой абрикос у нас принято да я вынужден возвращаться к этой теме вот берут вот такое деревце мощное да и пересаживаю длинномером назовут и люди говорят там нет небо узнаете в небо пятилетний бы но этому ладно если считать что он родился в саду ему получается 20 года вот попробуйте его пересадить да еще без обрезки сразу внутри начинается гнить об этом никто на всей планете кроме не не знает почему потому что здесь вы где увидели советы обрезать да еще не просто обрезать кардинальнейшим образом обрезать при посадке вот как здесь чтобы получить вот такой вот именно вот такой еще ближе покажу именно вот такой вот крону скелет дальше пошли примерно такие же обратите внимание на рост вот я тут немножко на воздушности хожу у них рост так сейчас мы посмотрим 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 так моя рука вот их рост то есть они все мне метр семьдесят ну вы сами понимаете вот это вот красота получается за если они были однолетние и пересажены кстати обратите внимание пусть уж лучше корневая шейка немножко торчит видите чем он обязан здоровье что он никогда не сгниет вот смотрите он уже начал свою работу он начал себя будучи прекрасным мощного роста начал себя выталкивать из этого и из почвы но это мы с вами проходили эту тему вот проходили проходили что еще вам показать в общем видели да вот те которые посылках пойдут а посылка как минимум два раза короче чем это чем еще то знаете какой-то психологический момент я бы еще бы в половину больше бы отрезал если бы клиенты потом не не это это и как у меня или там сергея не подосили плодомата потому что им неведомо им хочется чтобы он сразу был с такой кроны сразу с такой кроны а все зависит от того какой он при пересадке понимаете вот чем сильнее режешь тем потом мощнее кроны вот потом вот такие вот получается красота смотрите вот ни одной раны да а я должен был вот это вот убрать вот эту ветку поняли согласны со мной что это неправильная ветка неправильно все надо было уничтожить вот тогда бы страшно было с этого начал бы может быть на 10 лет на 15 но вот эта рана которая была вот тут вот справа вот вот это ветки неправильно она была бы обязательно сократила бы век на 5 10 20 лет в аномальный зиму все потому что оттуда бы и пошла гниль внутри а потом да знаете как это происходит вот еще раз еще раз мы видим вы не смотрите там это что это не больное дерево это эти как их в юном обросло вот уж вы видите да это в юн просто некогда заниматься такими вещами как декорации вот то есть это чисто это там пол воткнут в общем впечатление что больной нет абсолютно здоровая речь идет о другом о том что вот эти ветки пока сейчас они очень гибкие и когда они легли на землю ни одна не лопнула ни одно это я вам покажу что у меня лопается все-таки лопается то есть ран нет а вот если бы внизу были бы раны все начинается изнутри гниение вот она начинается еще с того момента как я же все равно садил саженцы я говорю они были росы двухметровые там почти полутора метровые и что это значит что и если бессильнейшие обрезки они бы сразу начали изнутри гнить и потом даже если бы к этому моменту были бы живы мне бы не было таких мощных веток вставлять и скелетные ветки как которые образовались буквально из ничего за 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 полтора года вот его не было не были маленькие жильники но еще через год-два не допустим также бы расползлись а потом такой же снег и все еще бы рушилась бы и рушилась то что мы имеем место наблюдать других садах ну ладно что-то уж больно я говорю только хорошим но пошли смотреть абрикосов ничего не случилось яблони ничего не случилось так эти самые яблони наконец-то прошлом году мы не смогли взять с них черенки это крым не все выжили два мертвых есть полуживые так есть один тот ничего а дальше пошли колновитки не смотрите на них вот один неплохой 2 неплохой третий ровно три вот и вот еще один это вот тут мертвый был уже это самое так это уже слива посажена и наконец еще полуживой вот этот так и вот это вот чудо природы которая на этих на корнях на как им называть эти дебильные это я их называю дебильные вот на корневых отводках на карликах их шанс только еще раз говорю южное садоводство проведите невидимую границу останется по ту сторону по юг что может нести ну давайте попробуем так давайте попробуем ставрополь кубань северный кавказ украина не вся украина имеют харькове только сейчас сказали как то и 40 был ой я то ли верить то ли нет кстати 52 было у нас на волге можно ли считать волгоградскую область что там еще рядом с волгоградской самара можно ли эти места так видели мы по мороженой армии этот мороз погубил немца может быть даже всю россию спас весь советский союз то есть я к чему говорю даже там такая жуть а тут сибирь прислали вот эти вот ну долго проживут интересно еще раз говорю два мертвых два полуживых три восстановились более менее и я с них с сергеем а это его была инициатива возьму черенки черенки перенесем опять же на сибирки получим вот такие вот я же вас еще с яблами не познакомил эти тоже однолетки были прошлой весной когда их садил вот видите вон они вон они тоже не ну и конечно не такие роста как эти абрикосы на подвоях манжурцы гигантах кстати вон она груша хорошо пошла а еще я вам что хотел сказать помните жаловаться что у суриски груш плохие корни и сергиневые они от утка не дают вы видели он был довольно глубокий то есть где-то до полуметра копали а вот все что выкопали он был не в горшке причем вот мне удалось вот такие вот груши сейчас не пойду туда топтать такие вот лучше вот они по росту они даже чуть ли не абрикос обогнали тоже однолетними садил но только благодаря сильнейшей обрезке это раз и второе второе у них какой-то особое не сейчас заканчивается все уже закончилась у меня зарядка на этом еще успеть показать самое главное здоровье не то все кажется чтобы все каждый раз я думаю жили последний фильм вот видите не выдержали персики шлифта вот поломанные персики шлифта показывать зарядки нет но еще что-то по моему вот так выглядит вот и вот так выглядит и тогда мне скажет на гаврика центре виноваты сами почему не это не укоротили а вот потому и не укоротил что это эту рану я замажу и это действительно беда у нас две беды одна беда это когда мы ждем боимся что природа искалечит и искалечила еще страшнее это последние слова раз показывают что зарядки нет еще страшнее друзья мы это когда мы не дожидаясь пока проды искалечит вперед калечим режем режем укорачиваем обрезка на кольцо аж мы деваем господи успеть сказать это самое прищипываем режем снова лишнее все неправильная природа все режем 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 вот а потом все искалечено слава богу теперь природа не скалечит человек калечит его на уже дерево полмертвое потому что вдруг ко мне обращается сын сергей говорит я не знаю что делать я не могу этот саженец положить посылку вот он урод я сказал не надо вложить посылку вот я его посажу у нас он будет прекрасно плодоносит почему потому что в нем если есть какие-то замечания к нему то минимальное и так на месте пятнышка корневая шейка помечена вот обратите внимание на гораздо выше корней каких только глупостей гораздо выше заметили каких только глупостей мнение это не пришлось видеть слышать где находится корневая шейка никто отсюда и помещает его ну ладно это потом значит вот здесь было пережата ленточками вот здесь вот ну захотел вот так расти это же еще раз говорю почка которую мы выпрямили которая не сеянец вот он сеянец внизу вот он-то имеет штамп вот он видите вот а правда привито это самое ну если смотреть от красноты до сюда нормально привито то есть сантиметров 5 штамп вот вот это вот торчит не пошел верхний побег он будет обрезан аккуратно замазан ранка небольшая это вам не прививка почкой ну и наконец еще раз обращаемся вот это это когда вот это все из саженцев привитых делает венштаб искусственный уничтожая все что можно ниже полуметра метра идиотизм подлость и предательство запомнили почка не имеет которая превращается в дерево нашими усилиями это она сама по себе это извращение вот доводить его до безумия отрезая нижние почки то есть нижние скелетные ветки или даже ослепляя еще на как пока не были почками глупость несуспетная и